Для чего я живу? Последнее учение. Для четвертий. Последнее. Это важно для меня. Потому что это причина, по которой я покаялся. Когда передо мной пришел вопрос от Духа Святого, для чего ты живешь. Удивительно, как Дух Святой знает, как провоцировать тебя в правильное направление мышления. Вот поэтому если я встречаю человека наполнен Духом Святим, который мне кажется не так себя ведет или не туда идет, я не переживаю слишком. Переживаю за тех, которые не наполнены Духом. За тех я переживаю. Но за тех, которые не наполнены Духом, не переживаю. Почему? Знаю по опыту. Он умеет направить мысли, как надо. Откуда я знаю? Мои мысли направил, как много. Поэтому я особо не переживаю. Он умеет использовать пчела, которая летает. Он умеет использовать цветок. Он умеет использовать запах какой-то дерева, даже дождь или погода. Он умеет как-то сочетать вещи так, чтобы у тебя появились правильные мысли в правильное направление. И неожиданно. Если ты человек, которому Бог никогда не может добиться направлять твои мысли, надежды, надежды на тебя нет. Когда я встречаю человека, для которого Бог говорит, тут нет надежды. И я не, как говорят молодежи, я не буду париться больше с таким человеком. Если Бог сказал, хватит, значит, я чего, что я там буду делать? Ничего. Поэтому, пока он подсказывает и теменяется, есть надежда. Поэтому, для чего мы живем? Поскольку это последнее наше учение сегодня, я хочу торопиться, чтобы все закончить. Значит, заметите, твое предназначение важно. Когда ты входишь в твое предназначение, приходит твое влияние. Вне твоего предназначения нету влияния твоего. Заметите, человек, который в свое предназначение, он становится доминирующим человеком в том направлении, в котором он призван. Почему говорят, что все живущие на земле лидеры? Как? А кто тогда будет править? Очень просто. Если я пришел в больницу, кто лидер в больнице? Я или врач? Врач. А я пациент, сижу, тихо, молча, подчиняюсь. Почему? Он лидер, не потому, что он мой лидер, не потому, что он умнее меня. Но я попал в сфере его влияния. А если он сюда придет, тот же врач, здесь я становлюсь его лидером. А он молча сидит в зале. Не потому, что он глупый. Нет. Если я прихожу к нему на работу, он меня лечит. А почему он здесь сидит? Потому, что, почему я здесь лидер? Это сфера моего влияния. Кто-нибудь меня понимает или нет? Если я и врач вдвоем сели в самолете, мы как мышечки маленькие сидим спокойно. А кто там лидер? Лочек. Почему? Мы попали в его сфере влияния. И он там лидер. Поэтому, смотрите, план Божий был такой, что мы все были лидерами. Но это не имеется в виду господство над другими людьми. А чтобы каждый в сфере своего влияния, он там лидер. Я вас не слышу. Пастор Генри. Да. У меня вопрос. Ну ладно, сестра, скажите, я слушаю. Кто глава в доме? Ну, муж. Хорошо. А на кухне кто глава? А, хитрый вопрос. Получается, когда муж попадает в сфере влияния жени на кухню, он молча сидит и ждет еду. Почему? Это не сфера его влияния. Но глава семьи он. Но на кухне он пациент, который подчиняет. Заметите, что когда ты находишь свое предназначение, вот это то, что Бог сказал в бытие, что владичествуете, оно начинает исполняться, когда ты нашел свое предназначение. Кто-нибудь меня понимает здесь? Поэтому найти свое предназначение важно, потому что все планы Божьи исполнятся, когда ты в своем предназначении. Все, что Бог ожидал, все, что у Него есть, оно приходит к тебе. Не когда ты там, где люди тебя ждут, не там, где одноклассники ждут, не там, где однокурсники ждут, а там, где Бог определил. Это все я повторяю, то, что мы уже прошли. Но судя по тому, как вы быстро забываете, я напоминаю ключевые моменты. Так, твой дар – это Божий механизм исполнения твоего предназначения. Заметите, твой дар, если ты игнорируешь твоих даров и талантов, то жизнь будет тебя игнорировать. Потому что твой дар – это то, в чем люди нуждаются, не в тебе как таково. Вы здесь собраны не из-за меня, но вы скажете, за вас, пастор Генри. Да, нет. Да, да, конечно, потому что да. Нет, потому что нет. Потому что вы собраны здесь не из-за меня, а из-за дара, который на мне. Вот этот дар – способность взять Слово Божие, излагать четко, понятно, и вроде бы не глупо, и ясно для всех, и с откровением, ради этого вы и пришли. Кто-нибудь меня слышит? Так, отчего я должен к вам прийти с трепетом? Не из-за вашей прической. За вашей прической пусть ваш муж придет, пусть ваш собачка и котик. А я из-за дара Божия, который на вас. Я вас не слышу. Одна из главных задач любого пастора – это искать, где Божьи дари, таланты, которые Бог прислал в церковь. Когда я их нахожу, меня не прически интересует, не серьги, которые… Нет. И не… Меня интересует, что вложил Бог в этом человеке. Когда я нахожу моя ответственность, чтобы этот дар, этот талант не был похоронен, кроме, если сам человек говорит, не трогайте меня, хочу похоронить, тогда я не трогаю. И то я буду провоцировать время от времени через мои проповеди. Заметите, если игнорируешь твои идеи, которые от Бога. Я не сомневаюсь, что Бог дает людям много идей. Много идей. Не идеев, а идей. Много идей. И они не обращают внимания. Игнорируют. И в результате жизнь, страна, люди их игнорируют. И они начинают обижаться. Почему на меня никто не смотрит? Чего мы должны смотреть? Нас интересует то, что Бог вложил. А если ты его спаковал, спрятал, вот, и жизнь начинает тебя игнорировать. Заметите, это же принцип зарабатывания деньги, да? Вот такое. Если у тебя есть дар, проявляй его, на решение вопросов, тем больше вопросов решаешь, тем больше готовы расстаться с деньгами, дать тебе. Удивительно, сколько у людей деньги, когда они находят человека, который решает их вопросы. А когда человек не решает вопросы, они зачем? Поэтому, если бы я был политиком, которым я не являюсь, я бы решал много вопросов. удивительно, когда люди видят, что страна двигается, они готовы налоги платить, налоги, много чего готовы, если они видят, очевидно, как все двигается. Когда они не видят, надо их заставить, надо их бить, нужно их и тому подобное. Заметите, что это важно. Сегодня я хочу еще один момент по поводу того, как обнаружить свое предназначение. Важный момент. Есть такое слово аппетит. Кто-нибудь слышал такое слово? Ошушал его когда-либо? А как вы это ощущали аппетит? Вы какие-то интересные. Сейчас вы мне расскажете, слушая внимательно. Как вы ощутили аппетит? Я не сказал голод, я сказал аппетит. А вы сказали, да, мы ощутили. Как? Не надо мне про голод, про аппетит. И все сразу помолчали. Ладно. Смотрите, мы говорим приятного аппетита. Состы, кто из вас когда-либо забеременели и родил и родил ребенка. Ау-а! Сколько побед! Теперь скажите мне, когда вы забеременели и ждали ребенка, поменялось ли ваш аппетит по отношению к разным вещам? Скажите мне, иногда вы кушали такие странные вещи, что сейчас, когда смотрите, вы в шоке от самого себя. А вы знаете, почему поменялся ваш аппетит? Вы были кем-то беременны. Когда он родился или она родилась, все, вы обратно в борщ, обратно в сало, обратно в докторская колбаса снова стала царствовать. Но во время беременности у вас аппетит поменялся. То есть беременность заставила вам иметь тягу к вещам, которые мы раньше вы не имели. Это я специально этот пример придумал. Беременность не придумал, но сам пришел. Я удивляюсь, как Бог меня любит. Он мне такие примеры дает, и визуальные, которые я думаю, о, спасибо, Господь, я бы... И когда ты беременна, беременна тоже, предназначением от Бога, призванием Божьим, особенно когда оно начинает уже оживать, меняется твой аппетит. К чему тебя тянет, меняется. То есть я могу посмотреть на то, к чему тебя тянет, и понять, чем ты беременен. Только не оставляйте меня одного на сцене. Скажите аминь или что-нибудь. Я люблю одиночество, но не настолько. Я хотя бы аминь хочу слушать. Если я вижу человека, которого тянет к глупым вещам, я знаю, что он беременен глупостью, невежеством, и нет цели в жизни. Люди, у которых нет цели, они заняты. Я не знаю, вы меня понимаете или нет. Они заняты. Очень редко человек, имеющий какое-то цели четкие, чтобы у него мозги, у него не хватает времени на то, чем он занят. А человек, который внутри пусто, ничего, вода, воздух, вы понимаете, пустота, в никуда, его тянет к глупым вещам, к пустым вещам. То есть, если я увижу, что тебя тянет, я знаю много людей, которые будут делать важные дела, но смотришь в жизни, его тянет не те. И я знаю, не горит оно у него. То, что он делает, не горит. Потому что то, к чему его или ее тянет, не свидетельствует о том, что беременен. Он просто делает, потому что надо, чтобы люди не сказали, но его нету внутри. В принципе, если бы я сейчас закончил проповедь, вы уже получили немало откровений. Но, зная ваш аппетит, что вы беременны большими планами Божьими, мы продолжим. Вы согласны или нет? Скажите, я согласен. Скажи, остановиться, подумать. И что? Творить добро. Ну, вы скажите, пастор Генри, мы уже это слышали. Вы еще не слышали. Вы еще устанете от этого. Я буду это повторить и повторить, повторить, пока вам не будете сниться. И пока вы не начнете творить добро, даже вас не. Поэтому, смотрите, Господин Неемия, он сидит, говорится, книга Неемия, читаем, первая глава, первые четыре стиха. Слава Неемия, сына Ахалина. В месяце Кислевы. Боже мой, российский этот журналист. И в двадцатом году я находился в Сузах, в престолном городе. Вот где он находится. О чем он думает? Когда пришел Ханани, один из братьев моих, он несколько человек из Иудеи. Когда я звоню людям, да, в Зимбабад, куда я? Первый вопрос, это не, как страна? Как народ? Потому что, понимаете, оно меня так, я иногда спрашиваю, как тот? А как тот? Один, два, три, четыре, пять, родственники, после никого. А этот, он говорит, и спросил я их об уцелевших Иудеях. Его интересует, тянет, как у них дела. А эти говорят, а, которые остались от плена, я бы в Иерусалиме. Вот две вещи, которые его тянет. Это он беременен, и аппетит его хочет знать, как дело с Иудеями, которые не пошли в плен, о какой состоянии Иерусалима, что там происходит, как ворота, как стена. Наверное, они в шоке, с чего оно его интересует. И они ему говорят, а оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедстве, его уничижения, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Они ему доложили. А он находится в Сузах. Он при царе. Он устроен. Он крутой. Понимаете? Все его знают. Ему нечего терять. Он уже достиг. Но достиг и предназначение не всегда одно и то же. Если ты успешен в чем-то, но где-то внутри продолжает тебя тянут куда-то. Это означает, что твое предназначение ждет. Она не тронута. И вот, смотрите, ему говорят, и когда он услышал эти слова, он сказал, я сел, заплакал, печален был, несколько дней постился, молился перед Богом, почему он беременен. оно в нем живо. Это его детище. Поэтому он его аппетит. До этого мы не слышали, что Неемия молился за царя, Неемия молился, чтобы никогда не отравили царя, Неемия молился, чтобы Вавилон был сохранен. Это его вообще не интересовало. Почему? не беременен он Вавилоном. А состояние июды, июдеях, иерусалима, он этим беременен. Поэтому, когда ты закончил свои дела, ты напился чай, побыл в ресторане с друзьями, повеселился, и потом ты один или одна, что возвращается? к тебе. Ты что? На работе заработал деньги, были прибыли, были убытки, уволил кого, кто-то украл деньги, кто-то обманул, закончился все это, конец дня. Что за мысли, которые постоянно включаются время от времени? Этим ты беременен. Заметите, когда мы видим аппетит человека, этим мы можем определиться иногда, каково его предназначение. Мне очень нравится история двух беременных женщин. Это вообще класс. Вот, от Люки первая глава, 39 по 41. Встав же Мария в Аднесии и поспешно пошла в Нагорную страну, в город Иудин. Она беременная и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. И когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграла младенец во чреве ее, и Елисавета исполнила Духа Святого. Тут встречаем сразу две беременнии. Вот. И что интересно, я могу знать, чем я беременен исходя из реакции того, что во мне по отношению к тому, что я слышу или вижу или присутствует. Как вы думаете, когда Мария шла к Елисавету, она встречала людей на дороге? Да, много. У кого-нибудь из них взыграло что-нибудь в животе? Где из? В чреве. Но оно в районе живота. В чреве. Наверное, были беременние люди на улице. Ни у кого не взыграло нигде, не взыграло. Вообще никто не исполнился Духом Святым. Никто. Хотя они тоже ее встретили. Здравствуйте, меня зовут Мария. О, хорошо, хорошего пути, Мария. Ни у кого ничего. Но когда Елисавета услышала слова Марии, сразу же у нее внутри произошло реакция. Две реакции. Первая. Первая реакция это не Елисавета. Это что-то внутри нее, как будто отделно от нее. Потому что оно отделно. Вторая реакция это у самой Елисаветы носители. Предназначение от Бога это отделное явление от тебе. Оно пришло от Бога и Бог дал тебе. Оно имеет своя жизнь. Оно имеет свое от Бога. Оно имеет свое все. Но чтобы ты мог успешно ее переносить, тебе нужно исполнение Духа Святого, чтобы успешно это исполнить. Удивительно, когда я слышу пастор Генри, да, ты слышал, что произошло в Южной Африке, что там было? Там было такое, что люди умирают и идут в ад. О, Боже, как жалко. Вот я так реагирую. У меня вообще ничего во мне не реагирует. Кроме как служители Божьи и верующие. Жалко, лучше, чтобы они были покаялись. Дайте, пожалуйста, что я заказываю обычно, свежий сок арбузный, который я так люблю, его мало мне дают. Вот, дайте мне арбузный сок. То есть я услышал, комментарий сказал и пью сока. Больше меня не интересует. Почему? Мое предназначение с ними не связано. кто-нибудь меня понимает или нет? Почему заиграло ребенок, который внутри Елисавета? Потому что его судьба в прямом связана с судьбой того, кто в Марии. Вы понимаете? Вот ради него он и появился. Поэтому заиграло. следующее примере оно горячее, но я его скажу надо. Подошли ко мне два брата лет 12 тому назад. И вот один они мне говорят пастор Генри мы так хотим служить тебе мы хотим помочь во всем чем мы можем. Спасибо. Я говорю скажите почему? И первый говорит потому что я профессионал в этом я умею я в курсе я в этом был я умею я думаю что я вам помогу. Хорошо спасибо а ты почему? Говорит пастор дело в том что у меня уже есть и работа у меня деньги у меня все что мне надо но почему-то каждый раз когда я слышу вас со стены или вы говорите что-то как будто оно в какой-то степени со мной связано а я не знаю как когда вы говорите я там пошел то то не нашел чего-то сразу во мне я не могу объяснять вам как будто хочется плакать как будто я должен был успеть вам помочь как прямо во мне это как будто я иду домой потом ночь не могу спать я думаю я не знаю как это объяснять как вы думаете из этих двоих кому из них я дал разрешение быть рядом со мной вы можете подсказывать втором это он не фантазировал он не не сидел вычислять это было богом вложено внутри а я как пастор со всеми планами которые у меня на земле есть я знаю что одно из вещей что сделать бог с теми людьми кто приходит в церковь а мне нужно их находить это стратегические люди для меня для моего служения без таких людей мое служение не состоится поэтому Иоанн креститель родился его судьба была связана с господом Иисуса Христа никогда не торопись проходить мимо ситуации слова то что видишь присутствие чего-то кого-то который трогает тебя внутри не торопись не обижайся настолько чтобы уйти не не позволяй ничему настолько тебе помешать чтобы отвернуться Иоанн креститель иначе ты теряешь смысл жизни на земле это это важно определить твои аппетиты определить твои реакции на разные вещи я иногда говорю про евангелизацию знаете есть люди которые говорят опять про евангелизацию молодцы а есть люди которые когда я слышу слышат слово евангелизации сразу слозы это мое это мое почему это их призывание в них это горит а есть люди которые про евангелизацию вообще главное вот это пятна которые я вижу на ковре когда же пастор Генри закончит проповедь мне нужно это пятна убрать вы знаете почему их трогает пятна потому что у них призвание пятен не я имею ввиду у них призвание убирать пятна кто не будет меня еще слышит если тебя зовут Катя быстрее всего когда пастор Генри ко мне придет я полечу его зубы не приду но почему она так думает потому что она стоматолог у нее от рада зубы вы понимаете ей надо лечить зуб если бы я дал свободу она вас вылечили ваши зубы потому что это ее заметите что тебя тянет что на тебя влияет на что ты реагируешь это говорит о твоем предназначении осторожно осторожно одно из главных проблем в жизни это люди которые продают свое предназначение одна из главных причин почему люди продают свое предназначение это потому что они не знают важность своего предназначения не знают дьявол любит дать дешевый обмен я слышал историю реальную молодой человек папа богат и папа решил на день рождения подарить своему сыну шасси ролекс хорошие часы и ролекс этот часы стоило 15 или 25 тысяч долларов и папа подарил это очень знаете 25 тысяч долларов это дороже чем некоторые из ваших автомобилей часы но сын не знал что это за часы он пошел поиграться на пикник с друзьями и так захотел пить кока-колу так сильно и его друг говорит дай мне часы я дам тебе 20 долларов и купи кока-колу да мой папа богат возьми дай мне 20 долларов пошел купил кока-колу и за 5 секунд продал часы которые стоят 25 тысяч долларов за 20 долларов он вернулся домой и папа спрашивает где часы а я продал мне кока-колу надо было ты что продал за 20 долларов и он не мог понять отчего папа сел и начал плакать потому что обычно мама плакала и тут папа плачет и он начал подозревать что может что-то не то наделал а вы поняли он что-нибудь не то надел или нет вот так дьявол работает дьявол приходит и предлагает тебе 20 долларов в обмен на что-то что стоит миллион но его преимущество лежит в том что ты не знаешь значение того что у тебя есть так я сегодня так планировал радовать вас я вообще думаю я буду так проповедовать что вся церковь будет на ушах вернее не знаю на ушах что это значит что такое на ушах в восторге да значит я правильно думал а у меня выходит все наоборот раз уже вышли серьезно тогда доделают до конца хорошо вы разрешите да даже если вы не разрешили бы это то что произошло однажды в бытие 25 глава 28 стиха 34 Исаак имеет два сына Исав и Яков из них историю главного или старшего или тот через кого идет Мессия Исава Исава человек повар первого класса вы понимаете это важно запомнить он повар высшей категории если ему надо кушать он лучше всех умеет готовить кушать он повар даже докторская колбаса не тянет до его уровня то есть это человек который вопрос еди у него решено так и он пришел домой дальше говорится 29 стих и сварил этот не повар это знаете как китайский вермишель и сварил и Яков кушанье знаете как там написано дичь его был вкусный то есть конкретное блюдо а это просто кушанье это все бросал соль туда помидоры короче он все бросил туда и Исаф пришел с поля устали заметьте на что сыграл дьявол его усталость и сказал Исаф Яков дай мне поесть красного красного этого что-то кушанье который сделал этот не повар он вообще не повар но он просто бросил все и вышло красное повар высшего класса просит еду у младшего брата который кушает готовит это мамин мальчик мама всегда ему все делает он вообще ничего сам не умеет и сравнивать еду которую готовит Исаф и готовит Яков то Яков это Макдоналдс и Киевси Айсав это так какой ресторан считается в Киеве самый элитный все зависит от вкуса в вашем языке правда кроме пузатых хати кто еще у нас вот получается что и он пришел я пытаюсь вам нарисовать картины чтобы вы поняли ситуацию хорошо я не умею рисовать людей но я могу словами это мой дар у меня все что я рассказываю у меня четко в голове нарисовано но я его рисую перед вами моими словами если бы я был Аня Елисаветская да есть такая у нас в церкви я бы не говорила я бы не говорю я бы сидел и нарисовал Исаав Ияков и красное кушанье и дичь которую он умеет я бы нарисовал но поскольку я не Аня Елисаветская я Генри Мадава я все говорю так ибо я устал от всего данной от всего данной ему призвания едом ну потому что он просил красного но Яков сказал какой брат бизнесмен он не умеет так просто иногда вы не представляете что наше поведение в детстве показывает о том кто мы я слышал истории всех крупных бизнесменов мира они мне рассказывали вы знаете есть такое господин Брэнсон Брэнсон он англичанин он авиакомпания Вирджин называется он высокосмическая компания у него много чего вы знаете как он начал свою авиакомпанию он был в Америке летал на самолете American Air и отменили рейс и он стоит в аэропорту со всеми людьми они негодуют качают руками и он подумал побежал и спросил у руководителя аэропорта сказал могу ли я арендовать у вас самолет сказал ну конечно и он взял самолет в аренду вернулся на стойку где все качают крики и он говорит если вы хотите я только что арендовал самолет давайте мы все сядем по 50 чем-то долларов дайте мне и полетим и они полетели и он понял можно он начал арендовать самолет сейчас у него свои самолеты и я понял что они они всегда что-то делали где-то вот Уоррен Баффет или кто-то там из них я помню они что-то там продавали где-то сколько ребята продавали вещи в школе и за это били учителя но они не понимали учителя что у него есть вот это от Бога вложено внутрь него родители били мы тебя отправили в школу учиться а ты продаешь мороженое они не понимали что потом он занят большой торговец и Яков сказал продай мне твое первородство мы можем сказать плохой брат ну да но с другой стороны в жизни не надо все раздавать не Дед Мороз понимаете иногда мы раздаем просто раздаем хочешь куча да возьми даже у кого было лучше продукция у Якова или у Исава у кого была брендовая еда у Исава но кто продал дорого дешевую штуку я понимаете люди иногда вы унижаете свои способности а все пастор Генри больше в церкви служить не буду я ничего не буду делать кроме а я вам даю эту информацию бесплатно так что в обмен служите в церкви ну ладно хорошо поймал вас заранее значит смотрите продай мне не надо быть Дедом Морозом кроме если ты остановился подумал это момент творит добро но иногда научитесь понять все ваши способности это Божий дар вам чтобы вы на этой земле влияли доминировали и заработали а вы постоянно ходите как Дед Мороз почему Дед Мороз все раздает потому что ему дают зарплату где-то а вы Дед Мороз который раздает и некуда идти потом взять что-либо ладно когда я об этом говорю аж я прям аж потому что жалко как люди имеют такие таланты дари и они это не существует словаре но напишите они Деда Мороз выступают так не говорят наверное скажи да амин так хорошо и Яков говорит продай мне предворотство твое и Исаф говорит а вот я умирай что мне в этом первородство смотрите как он относится к этому первородству что мне в этом первородство дальше Яков говорит не договор должен поклонись мне теперь же потому что завтра расскажите не сделал он поклялся ему бизнесмен высшего класса и продал продажа произошло нотариал не контор небо подпись клятва и продал первородство свое и дал Яков Исаф хлеба и кушанье даже название этого еды нет потому что это просто сбросы всего и кушанье пятигривневое из чечевицы и он ел и пил и встал и пошел теперь случались следующие слова и пренебрег Исаф первородство он не уважал почему он не понял что у него есть поэтому он легко потерял если бы Исаф понимал что у него есть он бы не позволил его эмоциям толкать его на то чтобы выбросить он пренебрег не каждый день он пренебрег нет 23 часа он держался но он пренебрег в момент усталости в момент голода в момент обиды в момент меня бросили в момент вот в эти моменты дьявол приносит обмен дешевый он не приносит когда ты закончил молиться в духе на целый час не в этом момент он доподав от тебя он не приносит момент когда ты не но в момент когда ты устал ты голодный ты это ты то я одинокий я сталин я то я это вот вот в этот момент а у меня есть кушанье сбросы всего которое ничего было бы за что вот Исав потерял надо понять познать если ты не познал что в тебе есть спроси у тех которые видят что бы это значило во мне пастор подскажите мне я вижу это я слышу это я плачу по этому что бы это значило помогите мне понять чтобы я не выбросил за 20 долларов ролик стоимость 25 тысяч если бы мальчик спросил у папы он бы не продал он бы знал что когда папа дал этот ролик папа имел ввиду что когда ты вырастешь у тебя 25 тысяч долларов все время на руке который в любой момент ты можешь купить себе квартиру а он это не понимал ты можешь взять этот ролик продать и капитал вложить в начало бизнес он не понимал сколько людей уже продали свое переворотство выбросли предназначение выбросли призвание Божие уже дошли до безвозвратного момента из-за голода из-за чего-то еще продали потому что они не поняли если бы вас зовут была Ева и вы сидите стоите в саду Едемском и дьявол говорит подойди кушай дерево и вы посмотрели красивое дерево вкусно дает знания и вдруг раз вам открылось бы кино как будут мучиться все украинские Евы из-за этого как будут мучиться народы земли из-за этого как болезни рак тубоклозы сахарный диабет придут терзат уничтожат людей из-за этого она бы сказала сатана ни за что но она не знала значение того что за власть у нее было она не поняла и когда она пошла есть она не поняла что она бросает начинается дверь бросать все человечество в самые страшные беды всех времен она не поняла какая ответственность у нее вы сами меня провоцировали потому что вы серьезные я решил быть похожи на вас обычно я весолый парень смотрю на вас вы серьезные я решил по вашему да как говорят барин не кто заказывает музыка барин или кто музыку заказывает а барин что делает а хозяин барин а кто такой барин между против но не важно хозяин барин а то есть у барина много права наверное надо да а я хочу быть ба ба кем быть а я я и не продай свое предназначение не продай свое призвание поэтому господь Иисус когда был в саду когда был в пустине к нему пришел сатана и сорок дней дьявол работал над тем чтобы он продал за что первый за хлеб вот камни поменяй ну поклоняйся это секунда дела я дам тебе все и впервые сатана столкнулся с личностью которая настолько понимает что у него есть что он не продает его сорок дней не ел сорок вы знаете когда сорок дней не ел само слово хлеб уже тебя искушает не сам хлеб настоящий а слово только слово но он не продал иуда искариот должен был быть одним из тех которые помните Иисус сказал ученикам вы будете судить двенадцать колен израилевых он должен был быть царство божьем быть одним из судей двенадцать колен израилевых он должен был быть опять же сколько стоит быть вечности судей израилевского народа на веки и веки сколько это стоит 30 серебряных монетов которые ему дали дьявол всегда он хитрый продавец он дает тебе 30 серебряных монетов чтобы ты продал вечности Иуда был с Иисусом так долго что он обнаружил ошибку очень быстро когда он понял что он натворил он повесился он не хотел дальше жить когда он уловил что он наделал не надо было вешаться надо было бежать с покаянием а вместо этого он повесился замерите он потерял апостолство судить народа Израиля и когда он потерял смотрите если когда ты теряешь свое предназначение всегда заметите всегда есть физические последствия всегда Иуда умер всегда есть Саул стал одержимым царь Саул как только ты уходишь от своего предназначения есть физические последствия та защита Божия которая была отходит твое предназначение это твоя защита это твой успех это твоя все я не говорю что все люди которые чем-то страдают значит они ушли от предназначения Божьего нет но я говорю если ты потерял твое предназначение есть всегда физические последствия когда уходишь от предназначения они неизбежны и они всегда в направлении разрушения всегда мне понравилось как сказал один человек он сказал мы все как есть фири если мы входим в свое предназначение спасаем народы от гибели но есть иродиана вы знаете женщины по имени иродиана который потребовал смерть Иоанна Крестителя и человек дал такое сопоставление это была женщина на женской конференции короче добро пожаловать на конференцию женщина с миссией одна фраза с этой конференции после чего возвращаемся в церковь победа все женщины скажите аминь а у нас конференция мертвая у Анатолия у нас вообще все женщины скажите аминь женщины мы все есть фирь аминь если женщина не бодрствует она становится иродианой аминь вы меня слышите да иродиана убила помазанника божьего вы понимаете аминь но я же вас на конференцию женского а почему вы это я уже заканчиваю конференцию женщины надо пожертвования собрать пока не когда есть фири вы что не унижаете помазанницу когда есть фири не входит в свое предназначение то иродиана занимает ее место это надо писать конспектировать мы на конференции иродиана разрушают потому что эсфири не заняли свое место сестры занимают свое место а братья и сестры не хотят займите это место и братья сказали аминь женская конференция такая тяжелая штучка представляете состры вы так говорите легко с таким голосом а я мне нужно трудиться и мучиться за каждую эсфирь который боится входить в свое предназначение поднимается иродиана который уничтожает помазание помазанников разрушает дело божие каждый раз когда убегаем от своего предназначения мы оставляем вакуум и туда приходят эродианы которые потребуют голову я это случайно узнал вы понимаете вот это соединение оно ко мне пришло случайно знаете почему оно пришло однажды 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 так однажды я же вам говорил да что есть люди которые я ищу что кого бог касается связано с моим служением я знаю эти люди будут горой за меня со мною и со мной пойдут в самую горячую точку и не будут считаться ни с чем знаете любой служитель божий серьезный должен находить таких людей это те люди которые как Иисус навин для Моисея вы меня понимаете да и я таких людей тоже все время ищу и как я узнал это соединение когда однажды я обнаружил что есть люди которые мне кажется что они со мной но вроде бы они начинают отходить да я начинаю это не потому что я прямо в духе вы знаете как ты сидишь шикаромолисов и вдруг перед тобой картина этот человек внутри уже на выход снаружи нет он на месте но внутри он на выход и вам не спросите меня откуда как не обскажу вам это я сижу и бах оно мне понятно и вот тогда это же я сижу думаю и вдруг эсфирь иродьян эсфирь иродьян эсфирь иродьян что когда ты видишь что какая-то эсфирь это может быть брат может сестра не важно начинает отходить торопись следить чтобы иродьяне не пришли чтобы они не уничтожили тебя и тогда я уловил этот момент чтобы себя защитить заметьте не откажись никогда от своего предназначения есть последствия негативные и оно открывает двери для иродьян иродьян Матфея 5 глава 13 по 16 Библия говорит так Евангелие от Матфея 5 глава 13 по 16 вы соль земли если же соль потерять силу то чем сделать ее соленой она уже ни к чему не годна как разве выбросить ее вон на попрание людям когда человек мне жалуется что пастор люди топчут надо мною они перестали меня уважать я говорю стоп стоп не всегда не топтали а почему вдруг начали топтать причина соленость твоя потерялась топч как 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 имя существительное топтание топтать это глагол а процесс топтатель это человек а вот процесс что делает топтатель как топтание есть такое слово вы уверены на нас подадут в суд университет лингвистики вы понимаете топтание всегда приходит как последствия потери своей солоности хочешь чтобы не топтали не теряй свою эффективность свою солоность свои дари свои способности свои таланты проявляй их но когда люди топчат это полбеды самое страшное это когда демоны начинают топтать это самое страшное потому что оказывается когда ты теряешь свою соленость ты уже негодна и ты осталась на попирании называется а демоны таких любят растерзать вывод не теряй никогда свою соленость мы не закончили читать вы свет мира все свет мира да скажут я свет не может то есть не имеет права укрыться город стоящий наверху гори и зажегший свечу не ставит ее под сосудом но на подсвечнике и светит всем в доме пастор генрия стесняюсь давайте сейчас с вами поищем лампу которая стесняется вы хотите найти так лампу вы стесняетесь есть лампа которая стесняется наверное есть но у них выбора нет вы меня слышите они тоже стесняются они хотели бы спрятаться под сиденьем но их функция им не позволяет я стесняюсь это наивысший вид гордости отказаться от ответственности как лампа который бы сказал ну я стесняюсь я выключусь мы его снимем выбросим заметьте вы свет мира когда бог зажег тебя как свечу он не планировал чтобы ты был спрятан так смотрите как написано в 16 стихе так да светит свет ваш перед людьми а бог ты в курсе что я стеснительный не считается еремия меня зовут и что а я молод не говори что ты молод а я стесняюсь не говори что ты стесняешься а я как-то у меня комплекс неважно с комплексами без комплексами гори мы все имеем комплексы у кого нет комплекс у него комплекс не видит свои комплексы мы все имеем комплекс вы знаете какое самое приятное место для меня это в конце зала и оставить здесь микрофон или говорить оттуда если я такое сделаю ангел придет скажи господин вы пастор церкви у вас слово от господа что вы здесь делаете ну я стесняю поймите меня у меня акцент англиус скажет эти все люди в курсе что у тебя есть акцент они заранее могут тебя копировать когда тебя нету у них даже игры по домам копировать твой акцент особенно молодежь когда они между собой говорят они пытаются дразнить друг друга моим акцентом ангел обидам знает бог обидам знает но это не считается это не аргумент с акцентом без акцента иди на сцену говори скажите говори я вас не слышу ну у меня же понимаете я все буквы выговариваю я могу сказать большой вы заметили когда я говорю большой я всегда большой акцент на это делаю это я компенсирую за все остальные мягкие L которые у меня сколько лет никак не получается у меня с этим мягкие L в украинской мове есть мягкие L или нет ужас а я собирался туда перейти убегать оказывается там тоже есть надо найти такой язык где мягкий L нет а вы заметили что хотя у меня с мягкой L проблема вы все время здесь хотя я стесняюсь я все время здесь хотя мне страшно ваши лица я все время здесь хотя эти лампы стеснятся я их знаю они очень стеснительные лампы когда вас здесь нет они выключаются сразу но они говорят дальше они горят мы не закончили читать ребята да светит свет ваш перед людьми имеется ввиду проявляй твое предназначение твои дари твои таланты твои способности проявляй перед людьми хватит перед лагушками лагушки не спасаются перед людьми зачем чтобы они видели а я так не хочу чтобы как раз Бог хочет чтобы видели ничего прятаться добрые дела и прославляться вашего небесного скажите я соль земли скажи я свет мира поэтому заметьте кто такой что потерял соленость это значит отказался от предназначения отвернулся вошел и вышел Бог ненавидит входить и вышел ненавидит когда написано к евреям что те которые пережили да силу будущего и заново сына Божьего попирают им нету прошения это в новом завете потому что многие люди думают что вот эта категоричность Божия оно в вечном завете это именно в новом завете где говорится когда человек вошел во что-то и потом считает его за неважного и уходит тому нету второго шанса нету пока ты новообращенный ничего но когда ты уже пережил много и ты начнешь пытаться быть интеллигент уходить от Бога когда я уже осторожна ты уже пережил много чего твоя категория запрещено отходить запрещено отходить без последствия не получится если бы я сегодня принял решение отходить от веры от Бога от всего я не проживу месяц в моей категории запрещено отходить я слишком много Бога пережил вы иногда видеть меня здесь на сцену видеть пиджака видеть блеск моей головы красивой но вы не видите что я переживаю внутри воскресенье здесь на первом собрании я пережил такое сильное Божье присутствие вы не представляете оно такое большое было что я думал сейчас упаду не выдержу я не планировал молиться за людей воскресенье на первом собрании но я знал если я уйду я не смогу я не выдержу эта сила пришла сама и надо было ее передать и после этого отвернулся это конец ой жалко пастор Генри нет мы с вами в одном поезде вы сами провоцировали меня на серьезности Майя ты меня заставь будешь серьезным поэтому вот серьезным скажи амин замедите не прячь свои свой свет не прячь свое призвание не прячь предназначение не прячь дари таланты смысле жизни не прячь пастор Генри да я понял а что тогда делать если вдруг есть провал если выход после провала как никак мы в новом завете у вас такие вопросы ну ладно да есть выход скажите да есть решение смотрите бог никогда не проваливается имеется ввиду его плане предназначение его окончательный задумка в любом случае исполнится в любом случае может быть не через тебя может быть не в твое время но исполнится кто не будет меня слышит скажи исполнится скажи в любом случае исполнится я видел мужей божьи которые получают от бога большие откровения видения и они умерли и не было исполнено то что они говорили но если бы мы могли вернуться из мертвых через 50 лет мы бы увидели что все о чем мечтали до точности исполнено а хотелось бы чтобы это делалось во время твоей жизни исход 12 глава удивительная такая глава в библии 30 стих по 33 и восстал фараон ночью и встал вернее с фараон ночью самые все рабы его и весь египет и сделался великий вопль в земле египетской ибо не было дома где не было мертвеца и что они сделали они призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал встаньте выйдите среди народа моего как вы так и сыне ваши пойдите дальше говорится 32 стих он говорит возьмите все ваши мелкие крупные скот возьмите уходите это значит фараон сломан вначале он клялся вы никогда смотрите что произошло бог способен переломать любого лучше добровольно нежели принудительно когда ты хочешь чтобы бог тебя не переломал сам иди это я съел здесь слона который был простите меня это легче чем когда потом бог принудительным образом фараон обошлось бы без жертвы больших если бы он вовремя понял с чем он имеет дело и сказал Моисей я признаюсь уходите а он упорствовал как-то он пытался как-то и в результате стоило ему очень много египтяне считают что он умер именно здесь когда он следовал за Израилем что он не остался на горе египтяне считают что он вместе с солдатами вошел в море и утонул со всеми солдатами из-за упорства своего торопись не жди пока бог переломает иди раньше короче поднуждали египтяне народ чтобы скорее выслать его из земли ибо говорили они мы все помрем и вот они вышли из Египта это было так победоносно это было так мощно это была такая победа выходим из Египта они спели песню в море они идут в обитованную землю они шагают аллилуйя с нами бог мы победители и бог доволен на небо мы сделали ангели молодцы моя цель предназначение земля который обещал Аврааму наконец они идут и они шагают Мариям там с тимбанами она поет числа 13 глава 27 стих и пошли и пришли к Моисею и Арону и ко всему обществу сынов Израилевых это главары главные в пустину Фарань в Кадес и принесли им всему обществу ответ и показали им плоди земли и рассказывали ему и говорили мы ходили в землю в которой ты посылал нас в ней подлинно течет молоко и мед и вот плоди ее значит бог не врал но народ живущий на земле той силен и города укрепленные весьма большие сынов Енаков мы видели там а Малик живет на южной части земли хотя все живут на горе хананей живут при море и на берегу Йордану но Халев успокаивал народ перед Моисеем говоря пойдем завладеем ею потому что мы можем одолеть и он уже понял к чему они идут в разговоре он пытается остановить этот момент а они должны а те которые ходили с ним говорили не можем мы идти против народа сего ибо он сильнее нас кто сильнее этот народ или фараон скажите мне фараон сильнее врази а бог его смирил да а в чем дело что за жалоба отчего вдруг вы стали умничать а вы же видели как богу смирял фараона а этот народ хуже слабее гораздо если дьявол может как павел сказал начали в духе и закончить в плоти он уничтожит тебя за мелочи которые раньше для тебя были не вопрос и распускал худую молву о земле которую они рассматривали когда дьявол хочет уничтожить любые люди он не приходит к простым людям простые люди они как птенчики что делают лишь бы кто нибудь сатана находит влиятельные люди в любой церкви влиятельные в них поднимает недовольствие и эти люди идут птенчикам что делают церковь плохая да хорошо я ухожу куда в наркотики но полза какая еле еле вытащили человек и не умер и вот эти люди которые как эти десять распространяют худую молву и люди как будто поумнели но все погибли все до единого кто слышал их умерли и никто не вошел в землю перед тем как ты идешь обрабатывать людей в церкви запомни ответственность когда они уходят чаще всего возвращаются в старую жизнь и победители вытащили из церкви они умрут без бога за это придется отвечать короче весь народ когда это услышали 34 стих они начали плакать мы сараджа они говорят зачем нас бог вывел сюда чтобы мы погибли мы умерли смотрите план божий был какой вывести из египта и вести в землю смотрите на этот план полный провал получается те люди на которые он надеялся что они это сделают ведь план божий не с ними связан как таков а с авраамом он обижал аврааму потом и якову исааку и якову поэтому у него план исполнить слово а народ с которыми он имеет дело он надеялся что именно это поколение наконец через них слово которое обещало аврааму исполнится наконец народ потеряли свою соленость выключили свой свет стали лампочками которые стесняются они начали дьявол начал работать против народа смотрите разные оценки 14 глава числа первые 4 стиха и подняло все общество вопль плакал народ всю ночь из-за слов которые им сказали неправильные поэтому слезы не всегда означает что человек прав вы понимаете они плачут всю ночь вы понимаете какая трагедия идет по пустине вопли слезы потому что миллион или сколько там человек плачут все вместе это какой грохот слезы но при этом не правы у нас наш пастор генри такой сложно да хоть плач он не реагирует но вы меня простите миллион человек плакали они в ничему ни к чему плакали поэтому слезы ни о чем вообще не говорить кроме о том что ты расстроен но ты можешь быть расстроен неправильно они расстроены вообще ни за что расстроиться вы понимаете они плачут но ни за что так заканчивая проповедь улыбайтесь я уже боюсь хочу сбежать у вас такие лица меня пугают и ропчали на Моисея и Аарона все сыны Израиля и все общество сказали им если бы мы умерли в земле египетской умерли бы в пусти или умерли бы в пусти если они не понимают то что они говорят им так и постигнут так читаем дальше для чего Господь вывел нас в землю сию чтобы мы пали от меча жены наши дети наши достанутся в добычу не лучше ли нам возвратиться в Египет помните что возврат как только возврат ты теряй свою солоность ты теряй свою свой свет и как только это делается идет попирание вы понимаете слушали их слова Бог нас избавил мы вышли лучше нам назад а с того момента право им жить дальше успешно выключено и Бог приходит к нему и говорит но заметьте как они оценили призыв Божий пойти в землю обитованную ропот на Моисея потому что они Бога не видят они кричат на Моисея которого они видят но на самом деле обидят они на Моисея как таково а на Бога поэтому Халев говорит 6 стих по 9 14 глава числа он говорит Иисус сын Новин и Халев сын Иефонин из осматривающих землю раздодрали одежду свою они считают это дело как трагедия большая две оценки вы заметили две оценки одна оценка очень стрепетно относится к обещанию Божьему а вторая группа оценивает за пустота они раздрали одежду свою и сказали всему обществу земля которую мы находим очень хорошая и 8 стих Господь милостивый к нам будет Он ведет нас в эту землю 9 стих только пожалуйста против Бога не восставайте они восстают они ропщат на Моисея на Аарона не понимая что они восстают против Бога только что бы не было как бы сложно не стало есть абсолют скажите со мной абсолют еще раз что такое абсолют только не раздражай Господа Бога да мне плохо да я очень плакат да как только не делай ничего в этом состоянии чтобы раздражать Господа Бога только плохо тебе мы понимаем сложно тебе мы понимаем только есть один абсолют плач рыдай как Иов но ничего не делай и не говори что может раздражать и огорчать Господа Бога поэтому халяв Иисус говорит ребята ваши жалобы мы понимаем только пожалуйста не переходите линию потому что перед линией опасно правда же неудивительно что только эти двое попали в землю только эти двое оценка Иисуса новина и халява правильная позиция Бога для них номер один они не включились в логику обстоятельства они остались логикой Господа Бога и они не пугались и когда их захотели побить камнями 10 стих написано сразу же 10 стих 14 10 общество сказали побили камня побили камнями но слава Господне являлась кинесобрания всем сынам Израиля Бог защитил их оказывается для Бога человек который держится оригиналом большая ценность для него такой человек важен ценный он защитит любой ценой такого человека потому что это его надежда на продолжение оригиналного призвания который на гран потери когда Бог находит людей которые держатся для него это сокровище 19 стих по 31 19 по 25 Бог говорит Моисею да отойди в сторону а что ты хочешь делать я сейчас язву отпущу допущу и убью всех Бог принял решение они потеряли соленость они уже не свет который горит они отошли от предназначения права жить не имеют они же кричали на Моисея да раптали на него и Моисея говорит нет Господь пожалуйста я не знаю сделали правильно Моисея или неправильно Бог хотел в срок исполнить свое свой план он решил убить их всех и оставить детей и Моисей Иисус Навин и Халиф вошли бы завтра в землю а эти умерли вы меня понимаете да а Моисей сказал нет Господи египтяне услышат и скажут ага Бог клялся везти в землю а он не смог и что скажут народы и Бог сказал хорошо ты меня просил простить их простил грехи народу сему по великой милости твоей как ты прошал народ сей от Египта до селе и Бог говорит хорошо прошаю по слову твоему прощение я дам но смерть уже запущена и он говорит но жив я и славу Господне наполня вся земля не все которые видели славу мою знамение мои сделано мной в Египте и в пустыне искушали меня уже 10 раз и не слушали голоса моего они все не увидят земли которые я клятвы обещал отца их все раздражавшие меня не увидят ее но раба моего халева за то что в нем был иной дух и он совершенно повиновался мне веду в землю которой он ходил и семья его наследует ее 25 а эти все амалекетяне которые живут там завтра обратитесь идите в пустыне черном море и они пошли путем не туда и 40 лет 30 стих написано 14 30 не войдете в землю на которой я поднимал руку мою клялся поселить вас то есть я вас хотел поселить но вы не пойдете 31 дети ваши о которых вы говорили что они достанутся в добычу врагам а я их веду туда они узнают землю которую вы презрели а они все до единого умерли в пустыне из-за просьбы Моисея это заняло 40 лет потому что они должны были умереть естественной смертью поэтому многие люди не знают Моисей сделал правильно или плохо они бы умерли в течение недели может быть все и вошли бы или надо было чтобы они умирали долго в пустыне но в любом случае они умерли теперь давайте посмотрим что можно было бы делать первое Божий оригинальный план ввести израильские народы в землю обитованную в любом случае состоялся состоялся скажите состоялся позже но состоялся пастыр Генри если я иду у меня произошло провал как у израильского народа что мне делать что мне делать первое вернись вернись волос и что дьявол принес мне 20 долларов за мои 25 тысяч долларов и часы и я отдал теперь я без волос без силы помену самсон ты знаешь как самсон ты выйдешь я подозреваю как отрашу обратно мой волос вернусь к оригиналу с Богом как я раньше с ним я и попрошу Но я вернусь, я скажу, Боже, помилуй, дай мне еще один шанс. И Самсон сделал. Он вернулся к оригиналу, вернулся к первоначальному, волос его снова вернулся. Его враги не заметили. И Самсон, когда он понял, все на месте, как было. Те же отношения с Богом, те же молитвы, те же откровения. Все так живо, как раньше. Аллилуйя! Бог! И еще раз. И Бог посмотрел. А, мой мальчик, где ты был? 40 лет. Ангели, да. Все, что он просит, делай. Поможь мне еще раз. Если бы Самсон сказал, поможь меня, чтобы я убил, но чтобы я остался живым, я уверен, что Бог в живых его бы оставил. Но он не хотел жить без глаза. И он вернулся. Поэтому, написано в Откровении, вспомни, откуда не спал. Вернись и твори прежние дела. То есть, вспомни, вернись в точку, где ты потерял. Оно может занимать время, естественно. Но вернись. У тебя был мир. У тебя был покой. У тебя было правильное отношение с теми важными людьми. Вернись. Вернись. Восстанови. И перестань пьянствовать. Потому что конец плохой. Вернись назад. К доверию Богу. У Бога есть два варианта. Вариант номер один. Дать тебе умереть. И поднять новые люди. Которые будут в оригинале Божьем. Или. Ты возвращаешься. Ты станешь другим. Ты становишься другим. Каким? Таким, как Бог хочет. Тогда ему не надо ждать следующее поколение. Он через тебя сделает. Иисус Навин и Халеву. Они держались. И они вошли. Это одна из самых сложных вещей. Учиться вернуться. Меняй себя. Где надо покаяться. Где нужна пост. Где нужна молитва. Где нужно прийти к паспору. Молитесь за меня. Помогите мне. Где нужно все, что надо. Сделай. Только. Вернись. Назад. Нужен новый ты. Который совпадает с Божьим оригиналом. Потому что, иначе, Бог ему или новый человек вместо тебя. Или старый человек с новыми взглядами. Который соответствует планам Божьим. Оно не за один день. Переделать себя. Вернуться к правильному Божьему положению. Иногда тяжело. Потому что наши эмоции испорчены. Мы запутаны. Пока почистишь. Это не за один день. Звиблия говорит так. Смотрите, чтобы ни у кого не возникло горький корень. Который осквернял бы многое. Когда горький корень возникает в душе. Оно так. Корни. Это корни. Оно проникает в твои эмоции. В твое призвание. В твое предназначение. И портит все. Еще хуже. К твоим детям. К внукам. И оно много. Испортит. Лучше. Отсеки. Горький корень. Оно уничтожит много. Когда ты очнулся. Вернулся к Божьему оригиналу. Снова ты в том состоянии. В это время открой глаза и найди, где план Б. Потому что ты в курсе план А. Давно его потерял. Бог, где план Б? Где оно? Я. Вы понимаете? Халев. Иисус Навин. Они знали, что потерялся план А. Они ждут. И когда все умерли. Они говорят. Иисус Навин. Да, Халев. Ты видишь то, что я вижу? Да. Все, которые слышали Господа, умерли? Да. Значит, пора идти. Наверное. Давай будем искать, где план Б. Где оно? Господь. И тут появился ангел с мечом. Здравствуй. Ты за нас или против нас? Ни за кого. Готовитесь. Скажи народу. Осветитесь. Ибо завтра перейдете в Йорда. Наконец. И они вошли. Давайте встанем. Не продай свое предназначение. Это то, ради чего ты живешь. Другой цели нет. Пока ты в свое предназначение, Бог благословит тебя. Он даст тебе купить машины, дома, одежду, еду, курицу, утку. Он разрешит все это. И ты будешь жить отлично. Но как только выйти, пастор Генри, там люди же живут в мире вообще. Они не вкусили то, что ты вкусил. Они не пережили то, что ты пережил. У них нет откровения того, что тебе открыто. Поэтому им обойдется. Тебе нет. Тебе нет. Тебе нет. А мой муж, он не пережил то откровение. Не вложил в его сердце Бог то, что в тебе вложено. Ответственность на тебе. А моя жена, твоя жена, она занят тряпками. Для нее это цель жизни тряпки. Поэтому у нее обойдется. А у тебя нет. Вернис. 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 Твое предназначение. Есть ангели на небе, которые дежурят вокруг этого предназначения. Им сообщили. Вот ваша задача. Твое предназначение. Даю тебе сертификат. Жительство на земле. Даю тебе право жить и ползовать за тем, что есть на земле. Если выбрасываешь, то земля перестает дать тебе плод. Земля перестанет тебе приносить что-либо. И земля начнет тебе отвергнуть. Ха-ли-лу-я. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прости меня, Боже, но я возвращаюсь Прости за пьянство в моих эмоциях, в моих мыслях, в моих словах, в моих планах, прости, Боже, но я возвращаюсь Боже, я хочу, чтобы при моей жизни Твое предназначение не через кого-то другого Ты исполнил Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иисус Рука Твоя не сократила, чтобы спасать Протяни свою руку, Иисус Подними меня Подними меня Подними меня Подними меня Подними меня Господь Кондария Масоку Мондария 30 секунд молись в духе 30 секунд молись в духе Подними свой голос Просто молись в духе Молись в духе Эта война Эта борьба Эта война Эта борьба Эта война Эта борьба Хора Масакамандория Масоку Рия Хора Масакандария Масоку Рия Адьявол Тирана возрадовался Иисус Ты не рассчитал правильно Мой Господь Иисус Он ко мне пришел Он дал мне второй шанс Он поднимает меня Поэтому дьявол Рановато Я говорю тебе Сатана Во имя Иисуса Уходи с моей жизни С моих ситуаций Надо выгнать его Все его планы Все его замыслы Все что он запланировал Чтобы уничтожить тебя Разрусь Разрусь Потому что Библия говорит Противостань дьяволу И он убежит Ты должен противостать Ты должен противостать Это ты должен противостать Кондария Масоку Модория Все твои светловцы Все планы твои Все что ты запланировал Пытаясь меня уничтожать Меня ограничить Меня препятствовать Сегодня Все планы дьявола Стопчаю под ногами Уничтожаю Провозглашаю Дьявол Вон Вон Прочь Кондария Масоку Момо Модория Керио Масоку Момо Момо Модория Кендерио Масоку Момо 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 Модория Керио Масоку Момо 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 Модория Кендерио Масоку Момо 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 Модория Доксия Трои Ти док усыновления Ти залог от Бога в нас Двигайся посреди нас Двигайся посреди нас Оживи нас Восстанови Подними Во имя Иисуса Во имя Иисуса Кондария Масоку Момо 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 Модория Бери Свой Меч Бог Возвращает Тебе Меч Он Возвращает Тебе Остроту Которая уже ушла Он Восстанавливает Остроту Твоего Меча Он Возвращает Тот Огонь Он Возвращает Те Дари Ты видел в Духе Кто оболстил Тебя Сегодня Бог восстанавливает Твою способность Видеть в Духе Слышать в Духе Двигаться в Духе Маршировать в Духе Поражать врага Он Возвращает Остроту Модория 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 Боже мой вернулась Я вернулся Спасибо Господь Я Слово со Своим Дечом Я снова с Твоим словом, я снова с Твоим призванием, я снова с Твоим помазанием, я снова с Твоим поручением, я снова с тем верением, я снова с той же скоростью, я снова с тем же ускорением, я снова с тем же размахами, я снова, Иисус! Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Да возвращается меч. Да возвращается Единяя, Незвание, Камазу, Сели, Направленность. Да возвращается. Да возвращается. Да возвращается. Да возвращается. Да возвращается. Да возвращается. Субтитры создавал DimaTorzok